дорогие друзья я приветствую вас из солнечной испании весь мир облетели кадры испанского потопа мне звонят обеспокоенные родственники и подруги и друзья прошу не волноваться у нас здесь все нормально всю неделю шли обычные дожди которые очень нужны страдающие от засухи андалузии на большую часть восточной и южной испании обрушились во вторник проливные дожди вызвавшие наводнения по данным bbc например в районе испанской валенсии за 8 часов во вторник выпал 491 миллиметр осадков столько же сколько выпадает в этом регионе за год по меньшей мере 95 человек погибли в результате наводнений сообщили в среду власти провинции валенсия по меньшей мере четверо из погибших дети число уточняется опознание жертв продолжается стране объявлен трехдневный траур десятки людей ночевали например в машинах или на крышах зданий сообщила газета el поис в некоторый районе было трудно добраться спасателем дороги размыты в эвакуации участвуют вертолеты задействованы все службы спасения полиция и даже воинские подразделения срочной помощи люди берут с собой самые ценные которые рассчитаны о том, чтобы не такcling объявить руку шкурузу виду May 2той моих центров неизбrigатся через самолет который помогает ни повышен вы humans Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В торговом центре на окраине Валенсии вода залила весь первый этаж и разрушила коммерческие помещения. Из-за погодных условий в аэропорту Валенсии было отменено несколько рейсов, а также приостановлено железнодорожное сообщение с Валенсии. Предупреждение о чрезвычайно опасной погоде также было объявлено в провинции Малага в Андалузии. В Андалузии сошел с рейсов сверхскоростной поезд с 276 пассажирами на борту, но пострадавших, к счастью, нет. Испанский парламент почистил память шрекцию минутой молчания, а испанская королевская семья выразила соболезнование семьи погибших в социальной сети X, бывший Twitter. Это самое сильное за последние 30 лет наводнение в Испании. В 1996 году в наводнениях погибли 86 человек и 180 человек пострадали. Считается, что проливные дожди вызваны природным явлением под названием гота-фрита или холодная капля, которая обычно наблюдается в Южной Европе, особенно в конце года. Феномен холодной капли возникает, когда холодный воздух, идущий с севера, встречается с теплом, идущим от Средиземного моря. Это создает нестабильность, из-за которой теплый, насыщенный воздух быстро поднимается вверх. Через некоторое время, через несколько часов образуются глухие облака, и выпадает сильный дождь. Своё название погодное явление гота-фрита получило от того, как оно возникает. Глядя на карту погоды, холодная капля плывёт с севера на юг в тёплую воздушную массу, сначала растягиваясь, потом отрываясь. То есть примерно так же, как капля воды медленно капает из протекающего водопроводного крана. Ливневые паводки более распространены в Средиземноморском регионе, чем где-либо ещё в Европе. Также прогнозируется, что они участятся в связи с изменением климата. Капли холода с обильными наводнениями уже случались в Испании. По данным испанского журнала Sur, например, в Малаге в 1907 и в 1989 годах произошли сильные наводнения. Отчасти из-за этого же явления гота-фрита. Тогда тоже было много жертв. Но обычно гота-фрита – это обыкновенное похолодание с дождями. В ближайшие дни холодная капля уйдёт на запад к Атлантическому океану, а с четверга дожди в регионе постепенно утихнут. А с субботы вернётся ласковая солнечная испанская зима. Меня умилили кадры, где женщину поднимают на борт вертолёта вместе с питомцами. Вообще, испанцы часто относятся к животным как к предметам обихода. У меня есть видео на эту тему. Поэтому радует, что отношение к животным в Испании постепенно меняется в лучшую сторону. Я вам расскажу, как обстоят дела в Швеции. Там псов отправляют в собачьи детские сады на время, пока хозяева на работе. Одна за другой собаки выскакивают из фургона, раскрашенного под школьный автобус, и бегут в парк. Зрелище заставляет тереть глаза, но в Стокгольме это привычная картина. Речь идёт о дневном уходе для собак, собачьих детсадах, то есть услуги, которые пользуются большим спросом. Для группы собачьего детского сада компании Handbussen сегодня день прогулки в парке. В парк они приезжают по понедельникам и пятницам, чтобы собаки могли в удовольствие побегать до и после выходных. В остальные дни собаки отправляются на трёхчасовую прогулку в природный парк. В последний понедельник октября собак в группе меньше, чем обычно, так как некоторые из них отдыхают с семьями на осенних каникулах. В парке собаки свободно бегают и играют. Некоторые играют друг с другом, один охраняет ворота, другой валяется в ногах. Раз в неделю по пятницам раздаются лакомства и фрукты. В городе есть собачьи детские сады для разных нужд. Некоторые посещают детский сад только пару раз в неделю. Некоторые питомцы ходят в детский сад ежедневно, как дети, 5 дней в неделю. Самые дешёвые собачьи детские сады – это те, где вы сами утром привозите собаку и во второй половине дня забираете. Цены варьируются от 200 до 300 евро в месяц. Самыми дорогими обычно являются детские сады, где собаку забирают из дома и возвращают домой на том же детсадовском такси. Цена около 400-500 евро. У компании есть ключи от домов клиентов, поэтому утром владельцам собак нужно только дать быстренько собаке и пописать перед тем, как уйти на работу. Многие собачьи детские сады также предлагают дополнительные услуги, например, стрижку когтей. Из-за большого спроса в Стокгольме также работают нелегальные собачьи такси, то есть компании, не имеющие лицензии на перевозку животных. Да, для перевозки животных необходимо разрешение. Органы власти проверяют, соответствует ли транспорт требованиям безопасности, есть ли изоляция, вентиляция. Кроме того, снаружи автомобилей должно быть чётко написано, что в салоне находятся животные. О популярности и распространённости услуги по уходу за собаками свидетельствует также тот факт, что в Швеции вы можете получить платное образование по специальности «Няня по уходу за собаками». Многие организации предлагают онлайн-курсы, которые стоят от 400 до 900 евро. В программе курсов «Основы зоопсихологии», «Уход за собакой», «Маркетинг» и «Обслуживание клиентов», то есть владельцев собак. Группа детского сада «Hundbussen» рассчитана на 40 собак. В собачьи детские сады очередь, но место в очереди не влияет на шансы получить место. Воспитатели детского сада оценивают, какая из собак в очереди лучше всего подойдёт группе. После этого у собаки испытательный период, и в течение него наблюдает, как собака адаптируется в группе. В случае с «Hundbussen» и другими собачьими такси, собаке также нужно привыкнуть к поездкам на машине. Утренний трансферт «Hundbussen», пока он соберёт всех клиентов по домам, занимает около двух часов. И то же самое повторяется во второй половине дня, когда собак развозят по домам. Большим собакам обычно труднее найти место в собачьем детском саду. Возможно, придётся долго ждать. Во время пандемии короны произошёл собачий бум, когда люди набрали животных больше обычного. Многие из этих собак не приучены к одиночеству и поэтому нуждаются в собачьем детском саде. Популярность собачьих детсадов объясняется также постановлением и рекомендацией шведского сельскохозяйственного агентства, согласно которым собаку не рекомендуется оставлять одну более чем на 6 часов. Группа собачьего дневного ухода гуляет на улице круглый год. Поскольку погода становится холоднее, владельцам рекомендуется оставлять верхнюю одежду для собаки на виду, чтобы собака не мёрзла на прогулке. Немного морозным октябрьским утром хозяйка Чихуахуа Луны забыла оставить собаке зимнее пальто в холле, поэтому собака сидит за пазухой у стажёра Даниэла Гованда. Луну такая прогулка, кажется, вполне устраивает. Когда приходит время идти домой, некоторые собаки не хотят уходить. Они провели отличный день и не хотят расставаться с друзьями. Четвероногие обычно привычно ждут своей очереди у двери фургона и, услышав своё имя, прыгают в машину. «Эмма, не тот автобус!» – кричит няня вслед собаке, когда та прыгает в сторону другого детсадовского автобуса. Когда машина, наконец, заводится, она берёт курс на дорогие районы центра Стокгольма. Ну, что тут скажешь? Чтобы мы все так жили! А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!